Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары, каждому своё, а точнее проходим квест в поисках Стража Истины. Ребят, мы в предыдущей серии остановились прямо здесь, в Шарптауне выслата Сора. У меня вышел тайминг, и я решил серию завершить. Но, ребят, я очень сильно хотел начать, вот прямо сейчас сел писать серию, хотел начать с Бастера. писать дальше, то есть переплыть и начать запись там. Но, оказывается, в Шарптауне не всё ещё закончилось. Сюрпризы нас ждут, и поэтому, ребята, я сейчас на запись отремонтирую корабль, и дальше поплывём мы по глобалке именно на запись. Короче, ребят, я предлагаю поговорить с ним. Так, я хочу просто воспользоваться услугами верфи, отремонтировать корабль, первый и второй, сразу. Отлично. Только денег уже мало осталось, надо будет потом нафриплеить между сериями. Итак, что я хочу, ребят, в первую очередь надо одеть миланский панцирь. Я к испанцам идти не собираюсь, поэтому панцирь, мне лишняя броня, короче, не помешает, так скажу. Ладно, переходим в порт. Мы в порту. Теперь можно отправляться к Фадею Московиту на Гвадалупу. Как в предыдущей серии мы с вами договорились, мы пойдём расспросим у него о Даге, который он нам дал в уплату долга ещё в начале серии. По-моему, знакомство с Фадеем, если я не ошибаюсь, прохождение. Короче, ребят, я что-то всё туда да туда, я забыл всем вам настоятельно напомнить то, что я рекомендую подписаться на этот канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать более свежие серии. Прохождение косаров и, может быть, НФС Most Wanted. Я надеюсь, приятель, ты смотришь мои гоночки НФС и они тебе, ну, не знаю, нравятся или нет, но хотя бы они неплохи для тебя. Ладно, много болтаю, не по теме. Давайте сейчас концентрируемся на корсарах, на моих бравых офицерах, плывём к Фадею, а московиту, а на Гвадалупу. Ёлки, а я не переходил сюда. А ну-ка следуй за нами и без глупостей. Хо-хо-хо, дружочек, а вот и ты. Живо выворачивай карманы, будь паинькой, останешься цел. Ну? Да что же это за наказание такое? Даже сюда забрались. Кто вас нанял, чёрт побери? Не твоё дело, будешь рыпаться, заберём вещички с твоего трупа. Как тебе такая перспектива? А как тебе перспектива своему стать трупом? Ребята, блин, вот поэтому я знал, что это будет, и я одел свой миланский панцирь. Так, надо измотать... Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Так-так-так-так-так-так. Отлично, так. Сейчас я их измотаю и начну контратаковать. Вот так вот. Я вроде от пуль, что ли, уворачиваюсь, я не понял Так, надо, короче, это С одним покончить, а потом уже со вторым Ну, давай, давай Блин, я на другого хотел напасть Раз Два Пускай пока перезаряжается Эй, ты че стреляешь? Зараза Так, 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 ждем, ждем 78, блин Я обожаю урон своей сабельки, которую я нашел в чемодане у Левосера Так, минус один, отлично А сейчас вот этот будет трупом 131 Блин, я обожаю урон своего пистолета Ну все, пару буквально ударчиков И его нет Ну, ткну маленько хотя бы Вот, 82 До свидания, командор Итак, че у вас, блин, какие слух Стой, они сейчас пропадут Они в моей каюте Значит, надо их обыскать У них ничего нету Они у меня ничего не сперли, надеюсь Не, надеюсь, не сперли Ладно, так, у меня брякнул журнал, ребята В своей каюте я обнаружил двух гнусных типов Попытавшись меня очистить Да сколько же это будет продолжаться Какой подонок их нанял Сундуки в каюте перерыто Да ничего, абсолютно ничего Мерзавцы не положили себе в карман Очевидно им нужно то, что я постоянно ношу при себе Ба-бам Да-га-коготь вождя По-любасу Ладно, ребята Убираемся нафиг отсюда Убираемся И плывем со своей эскадрой к Фадею Добро пожаловать на Гвадалупу Когда-то был мой любимый город Точнее, моя любимая колония Ладно, хватит болтать Я сразу предлагаю идти к Фадею Прям сразу, не думая Но для начала пошарю его в сундуке Браслет нафиг он нужен Поздоровали будешь, добрый молодец Сказывай, зачем я тебе надобен А, мой старый друг Проходите, проходите, Шарль Как ваши дела? Здравствуй, Фадей Я снова к вам за помощью Доброму молодцу грех отказывать Излагай, какие невзгоды на сей раз привели тебя ко мне Невзгоды или не... Невзгоды А привлекли, Фадей В наш первый день знакомства Вы дали мне реалитетный кинжал Дагу, коготь вождя Теперь я знаю, что она до этого принадлежала человеку По имени Арчибальд Колхаун Я вас прошу, расскажите мне о нем Что вам известно? От вас ничего не утаи, Шарль Вы такой же принципиальный, как и ваш брат Да, я выиграл эту Дагу в кости у старины Арчибальда Кто он такой? Да я и сам толком не ведаю Познакомьтесь Познакомились мы случайно Разговорились, выпили немножко Он поведал о грехах своих тяжких О каких грехах? Жалился Арчибальд Что через него некого человека в инквизиции до смерти запытали А что до этого погубил он душ невинных Все сравнивал себя сердечно с Иудой И с Кариатом Что продался за 30 серебряников И что за той грех несет Он теперь наказание Сама инквизиция идет за ним по пятам Говорил, что инквизитор Инквизитор гишпанский Отец Винсента Погибель его желает За то, что ведает Он дюжи немало И что наймиты гишпанские И преследует его повсеместно А потом хмель все более одолел Ин И тут же и сыграли в кости на кинжал Тот старинный И все, потом вы больше не общались Так сгинул Арчибальд в пучине морской Потопили пирата Окаяна и его флейт А всю команду смерти предали А ведь поговаривали, что не пираты-то были А гишпанцы В босиков переодетые с инквизицией Плохие шутки Арчибальд Калхаунд жив Я недавно видел его в компании некого Вильяма Паттерсона Он у него служит первым помощником О, как оно бывает А я и видать не видывал Но под крылом капитана Паттерсона Арчибальд Может вольно дышать Аки у Христа за пазухой Гишпанцы боятся Паттерсона пуща огня И не осмелятся более чинить козни Вы знаете Паттерсона? О, тоже, друг мой Кто же не знает всего знатного мужа? Он, как и ты, прибыл на архипелаг недавно Но уже сколотил себе славу недюжиную Господин Паттерсон первый друг полковника Фокса И вхож к самому лорду Виндсдору Генерал-губернатору всех английских поселений Он частенько захаживает в Порт-Роял В дворец губернаторский Ясно, ну что же, спасибо за рассказ, Фадей Док не за что, добрый молодец, захаживайся в гости Водочки выпьем Обязательно Ну, попозже, Фадей Люблю я наживать себе неприятности и влиятельных врагов Этот Паттерсон, похоже, крепкий орешек И колхаун у него под крылышком Отправляюсь в Порт-Рояль Паттерсон, как капитан Королевского флота Частенько бывает там Отчитываясь о своих подвигах лорду Виндсдору Попробую навести о нем Новым незнакомцам какие-нибудь справки Ну, справки в любом случае надо наводить И мы отправимся в Порт-Рояль Ну, наверное, чуть попозже Так, или сейчас отправимся Ладно, погнали в Порт-Рояль А там уже будем разбираться Че, кто, кого и сколько раз Ночь, Порт-Рояль Ах, мы здесь Элен, ты не замерзнешь в таком топе-то? Наше дело, быть на чеку Да понятно, будь, да хоть на каком чеку Так, сыганка, погадай мне Стой! Не бойся, подойди поближе Я просрал Леогорца нет преград Арчибальд Калхаун Да, месье де Мор Я рад приветствовать в Порт-Рояле Надеюсь, вы меня не забыли Кажется, мистер Калхаун Анрикан Хаун Ну, почти, Арчибальд Калхаун Ох, простите, мистер Да я вас вспомнил Мы встречались на мысе Котче в бухте С вами был еще и ваш капитан Вильям Паттерсон Я узнал его эскадру на рейде В точку, капитан Вы уж извините моего кэпа Он всегда такой суровый С незнакомыми людьми А вы молодец Разгромили форт Диего де Монтой Об который мы зубы обломали Справедливости ради отмечу Что без предварительной подготовки В лице вашего капитана Мне навряд ли бы удалось Добежать бы даже до ворот Под огнем испанских пушек Ваш командир нашел Что искал? Да, он хорошенько порылся В казематах под фортом И нашел какие-то архивы Был несказанно рад А скажите, а если не секрет Что вас заставило атаковать Этот форт в джунглях? Дон Диего после поражения От меня в Сен-Пьере Начал строить козни И в итоге напал В открытую у Кубы Затем он вышел из боя И ударил Удрал в сторону Мэйна Ну и я решил избавиться От этого подлеца Раз и навсегда Чтобы больше не пакостил французам Да уж, о героизме Шарля де Мора Я уже немало легенд наслушался Теперь увидел и собственными глазами Ну, я тоже кое-что слыхал О героизме Вильяма Паттерсона Повезло вам с капитаном Повезло, согласен Только в последнее время он такой важный стал Прямо весь из высшего света Все на приемы Да на парады Балы Закрытые вечеринки Тусы в клубах И так далее Как прибудет спортрояль Не выгнать из губернаторского дворца Как и сейчас, впрочем Капитан де Мор Не откажете мне в любезности Вы пивохи шотландцу Составьте компанию для беседы Так уже очертели все эти морды смотреть тошно А с вами есть о чем поговорить Пойдемте ко мне в гости Разольем бочоночек чудесного виски Отдохнете Я угощаю Заманчиво, но... Да полноте, капитан Отдыхать тоже надо У меня и закуска Есть знатная Прямо со склада купца местного Я снимаю комнату Прямо под магазином Захотелось поесть или выпить Спустился вниз и готово Ха-ха Удобно, правда? Ну пойдемте Ну уговорил Отлично Идите за мной Нифига себе Че как я улетел А, кстати Я не иду У меня Сработал скрипт Шарль идет сам То есть я им не управляю Блин, он реально шотландец Видите В юбке идет Вот он Хе-хе-хе Итак, магазин А, он на втором этаже магазина Получается живет Ща я ускорю время, ребята А то что-то долго ходим мы уже Для горца нет преград Видите, как хорошо тут Прохладненько А вот и бочоночек с виски Наливайте, капитан Ну давай выпьем За случайную встречу И приятное знакомство С удовольствием Эх, а вот бы давно Прибыли на Кариба А месье де Мор Относительно недавно Или давно Я и сам не знаю, как сказать А мне кажется Словно я полжизни тут провел Ох, знакомые чувства Хотя и правда здесь Давно А как попал на этот Проклятый остров С которого меня Вильям спас О-хо-хо Там я точно Словно полжизни потерял Интересно, что это за остров такой Вильям Мой старинный друг Мы знакомы с ним еще С тех славных времен Когда я дышал Чудным воздухом Гор Шотландии Я имел неосторожность Повздорить С проклятыми Попистами И самим инквизитором И он устроил мне травлю Тогда я занимался торговлей И у меня был свой флейт Эх, и вот тот кошмарный день На мой корабль Напали костильцы Переодетые пиратами А нас не было Короче, у нас не было ни шанса Мы дрались как могли Но они загнали Нас по углам как рыс Однако Старина Калхау Не растерялся И выпрыгнул через пушечный порт За борт Прикватив с собой бочонок с водой И пару досок А пользуясь тем, что Сгустилась темнота Я смог уплыть прочь От своего захваченного судна Незамеченным Шанс выжить был невелик Но его совсем не было бы Останься на корабле А то через два дня Меня прибило течением К какому-нибудь пустынному острову Сколько я Живу на Карибах И знать не знал про него Остров небольшой И совсем-совсем пустынный Я прожил там два года Про... Проказавших... А, показавшихся мне вечностью Как у меня не помутился рассудок Сам не пойму Вы прожили два года На необитаемом острове Так точно, черт его дери Хорошо, что Там была пресная вода Питался я крабами, ракушками, рыбой и птицами Так и назвал его Крабовый остров Оружия у меня не было Смастерил гарпун, копье и лук И как дикарь Хо-хо-хо Пейте, пейте, капитан И я выпью тоже Да уж Незавидное положение Вот Именно Это я и сказал Когда сделал первый шаг По пляжу Этого клочка суши Старина Арчи Твое положение незавидное Но и Не безнадежное И знаете, что меня спасло Капитан Проходящий мимо корабль Нет Меня спас труд Труд, вера и любовь к жизни Я обошел весь остров Исследовал каждый его уголок И был вознагражден И отыскал выброшенный на берег сундук С плотницким инструментом Там также были письменные принадлежности И прочие пустяки И знаете, что я сказал себе тогда? Вы наливаете, наливаете, капитан Я сказал Арчи Чтобы не зайти с ума Тебе нужно трудиться И Господь послал мне эту возможность Так-то Я начал строить домик Недалеко от бухты И честно Это отвлекло меня от дурных мыслей И дало стимул к жизни Вы просто молодец, мистер Колхаун Не каждый бы способен В такой ситуации Вообще хоть что-то сделать Да, старина Колхаун Не зря родился в Шотландии То-то Мы, дети гор, сильны, выносливы И крепкий духом Но не то, что Мозгаляки с балатистых равнин Наливайте Так вот, о чем я А, да, я трудился И построил себе неплохой дом А еще я завел дневник И каждый день писал туда О своих мытарствах Когда Вилли забрал меня с острова Я прихватил этот дневничок с собой Теперь он лежит у меня тут на столе И когда мы возвращаемся Из походов назад в Порт-Рояль Я прописываю его лежа В теплой постели И вспоминаю те два года Тяжких испытаний Я записал туда все Что произошло со мной До попадания на остров И во время пребывания там Во многом благодаря ему Сохранил здравый рассудок Так получается Мистер Паттерсон Забрал вас с острова Но Как он нашел его Вы же сказали что Да-да-да Остров не обозначен ни на одной карте Но Вилли Это же старина Вилли Он может все Он отыскал этот остров Остров И спас меня За что ему очень благодарен По гроб жизни Да Вот нравится служба Вам нравится служба у мистера Паттерсона Вы не хотите вновь На вольные хлеба Хватит с меня вольницы Вилли молод Успешен К тому же Я его старинный друг Чего же мне Желать-то еще Нет Я буду свилить до конца моих Или пока он не выгонит Меня за очередную пьянку Хе-хе-хе Кстати О пьянке наливайте Ух Скажите Мистер Колхал Я вот тут Слыхать слыхивал Что вы раньше Были охотником за сокровищами Это так Или врешут люди Кто вам такое сказал Впрочем Чего греха таить Водилось такое за мной Да только к добру не привело Именно через Кладоискательство Я схлестнулся С иезуитами Будь они прокляты И попал я на этот остров Из-за меня Святые отцы Звездки Замучили человека Да и сам Я ох Лучше не будем это вспоминать Я сполна искупился Свои грехи И надеюсь больше не повторить Таких ошибок в будущем Нет С Вилли такого не случится И я уверен Послушайте Арчибальт А вы никогда не слышали Про человека По имени Мигель Дичоза Первый раз слышу это имя А кто он А да так Искатель приключений Сокровища Раз не слышали Так не будем о нем Вот именно не будем Давайте лучше поговорим Про нашу старушку Европу Эх Вот помню 20 лет назад Шотландии И че же ты там помнишь Зараза Блин Я набухался Ребята Мне плохо Я бухой Я летаю Мне хорошо А куда иду Я не знаю Мне пофигу Мне насрать Ой блин Чайлен Мне походу По мозгам Надает За то что я набухался С каким-то бомжой Непонятным Блин А куда я иду Я не знаю Куда иду Ой как они отлично Летаем полет Шмеля Ля-ля-ля-ля Блин Это Это пойло Было Очень классное Ладно Если переходить Уже к серьезности То В городе Лицом к лицу Столкнулся С самим Арчибальдом Колыхауном Он тоже узнал меня И более того Пригласил в гости На выпивку Сначала это показалось Неподозрительным А я даже ожидал Некого повода Но наши посиделки Прошли В более чем Дружесной атмосфере Я только под вечер Смог выбраться Из комнаты этого шотландца Оказавшегося на редкость Раз Радужным Хозяином Из этой встречи Я извлек немалую пользу Узнал где находятся Апартаменты Колхауна в порт-рояле Неплохо было бы Пробраться туда И покопаться В его вещичках Глядейший компас Стрела пути Отыщется среди Прочего барахла Или еще что-то толковое Мне нужно дождаться Пока эскадра Паттерсона А с ней Колхаун Уйдет в плавание И потом Тихонечко Ночной порой Нанести визит Короче К нему В каютку Ну блин Я пьяный Мне вообще плохо Блин Ладно Надо идти в таверну Короче Проспаться нормально И ждать Когда уйдет Эта эскадра Блин Где таверна Ладно Быстрый переход Быстрым переходом Реально быстрее Эээ Итак Блин Оля Эзин Задницу Достал Белую бусинку Достался Бусинками уже Блин Эй Шляпа Отойди Здорово Здесь всегда Рады клиентам Особенно Надо проспаться До утра А то вообще Прям очень Опять ты нажрался Скотина дебильная Хватит бухать Ладно Лена Я тебя понял Мы пошли А все таки Хорошо что она не орет Так Ладно Короче Надо идти в порт И Как узнать Что эскадра Паттерсона Ушла Ну Земля нынче В цене Да пошел В задницу Не буду я ничего делать А Блин А как я узнаю Что она на рейде Новая запись В судовом журнале Ребята Я три ночи Проспал В таверне Эскадра Паттерсона Отбыло Из портрояля Самое время Нанести Незваный визит В комнату Арчибальда Колхауна Вот только Как туда проникнуть Дверь мало того Что на замке Так еще и попасть К ней можно Только через помещение Магазина Купцу Как Впрочем И любому Другому Жителю Портрояло Довериться В этом деле Нельзя Уж Очень Значимая Фигура Вильям Паттерсон В этом городе И за свое Стремление Залезть в комнату Его помощником Можно Запросто Угодить Комендатуру Придется Самому Что-то Придумать А надо Внимательно Присмотреться К дому Где Снимает Комнату Колхаун Глядишь Что И придет В голову Путные Надо Короче Ой Я не Я не Специально Надо Короче Охрана Города Серьезная Задача Магазин Ребят Где у нас Магазин Магазин Как мне Проникнуть Туда Я вот Не знаю Вот Так Стопэ Наверное Как-то Через второй Этаж Только Второй Этаж Чего Дома Что-ли Какого-то Или Так Это Контора Локсли А здесь Че у нас Дом Может быть Попробовать По крыше Так А здесь Чем-нибудь Есть Тут Нету Ладно Полазить Хотел Итак Я на втором Этаже В комнате Незапертый Пустой дом С уютной Комнатой На втором Этаже И Прямо По соседству С апартаментами Колхау На просто Подарок Судьбы Если Вылезти в окно И пройти По козырьку Крыша То я без труда Заберусь Комнату Арчи И сделать это Надо ночью Чтобы никто Не заметил Да-да-да Ребят Я тоже Вспомнил Что по какому Я ходил По каким-то Крышам Не то Что когда Спасал я Кэтрин Естественно В той серии Нет На Тартуге Здесь Здесь можно Ходить По крыше Тут походу Скрип Должен Сработать Я Просто Помню Дом Стоял Рядом Ну Я нашел Его И отлично Так Мне нужна Ночь То есть ждем Правильно Смотрим Вот магазин А мне надо Забраться туда Я помню Что где-то Как-то Я проходил Это Но Блин Как-то С первого Раза Аж Получилось Но Это Классно Мне нравится Значит Память Не такая Шедрявая Так Я пришел Я на месте Надо А Вот Сработал Скрипт Я ничего Не нажал Ух ты Не И че А Вот Он Есть Блин Просто Сделал Два Шага Я Уже Здесь Так По-моему Мы здесь Бухали Сидели С Арчибальным Так Че Здесь Опа Вы получили Предмет Найден Предмет Дневник Так Он Получается Мне вот Сюда Что-то Пришел Дневник Дневник Арчибальда Колхауна Наверняка В нем Можно прочесть Что-то Интересное Ну Берем Так Теперь Документы Документы Дневник Арчибальда Колхауна Избранные Выдержки Да Блин Тут Читать Охренеешь Недаром Я рисковал Лазя по крышам Подобно Домушнику Компаса В комнате Не оказалось Зато Я нашел Дневник Колхауна Которую Он вел Во время Своего Двугодичного Пребывания На необитаемом Острове И который Как он Выразился Любит Перечитать Лежа В темной Постели Колхауна Оставил Стрелу Пути На этом Самом Острове Также Указаны Приблизительные Координаты Нужного Мне места Не буду терять Времени Отправляюсь В путь То есть Надо Короче Выбраться Из этого Дома В первую Очередь Блин А я Как зашел То А то есть Через Магазин Можно Выйти Понятно Блин Ребята Я в магазине Че вы думаете Я просто так Уйду Что ли Отсюда Хе Щас Мы Полазим В сундуках Причем Во всех Так Здесь Че у нас Лежит Да блин А че Денег нету Что ли Никаких Ничего Нету Да блин Капец Бомжатский Магазин Я скажу Ну вот Примерно Где-то Вот так Так вот Я нашел У меня новую запись В судовом журнале Ребята Мы приплыли Видим какой-то Остров И читаем Судовой журнал Вот я нашел Крабовый остров Он оказался Совсем недалеко От Ямайки Высаживаюсь на берег Приступая к поискам Хижины Колхауна В общем Ребята Такие новости Сто раз Я переигрывал Данную Данный квест Дальше у нас Блин Я не хочу Сполерить Моменты Моего прохождения Ну короче Ребят Вы потом Все сами Поймете Я лишь скажу Одно Признаюсь Честно Я не мог Пройти Этот квест Мне пришлось Отклонить Откатиться По сохранению Назад И Прокачать Немного Героя Вы помните Мой предыдущий Ур Естественно Ребят Сейчас у меня 28 ранг Мне пришлось Немножечко Поиграть По фриплеить Получается Что у меня Кстати Скоро Навигация 100 будет Я прокачал Везение В тавернах Я очень Долго играл В тавернах Качал Везение Потому что Оно мне дальше Очень сильно Пригодится Хотя В принципе Не обязательно Везение Качать Это я так думал Главное Перед высадкой Ребята На берег Одеть Амулет Щит На гомбо Ожерель Из костей Кораллов Усиленное Гнестрельного Оружия Ребята Не спрашиваем Просто Одеваем Амулет Молитва Молитва Слов Молитвенник В посеребренном Окладе На 15% Увеличит шанс Промаха Противникам Из огнестрельного Оружия Ребята Молча Одеваем Ну и амулет Святая вода Я думаю Вы знаете Что это такое Можно не одевать Ну я одену Я с собой Еще Тинктуру Хочу захватить Перед тем Как высадиться Ребят Патронов Патронов Берем до жопы Чтоб их было полно Сразу говорю Почему Сейчас все Узнаете И увидите А может не сейчас Может в следующей серии И я беру Винтовальный Штуцер Который мы Взяли На острове Справедливости Ребята Ну если вы нету Берете Любое ружье Потому что С пистолетами Там потом Я не думаю Что будет Лучше Или классно После Короче События Которые произойдут На острове У нас Будет Естественно В будущем Морской бой А чтобы Морской бой Вытянуть На изи Ну я хочу На изи Естественно Нужно иметь Как минимум Хороший корабль Ну я взял С собой Скадру На всякий случай Потому что Я играл Калиуче Я играл Одним лишь Вот этим Виктори Но Перебив Все корабли Которые В будущем Нам попадутся У меня Игра Глючила Зависала Мне разбивали Паруса Жопа Короче По 3-4 часа Я не мог Пройти Морской бой Ладно Ребята Это маленький Спойлер На будущее Просто Знаете Запомните Одно Я для чего Вообще Все это говорю Когда мы Спорт Рояло Плывем Сюда На остров Крабов Или как он называется Ну давайте Я уже высажусь То есть Ребята Я что хочу Вам сказать Для чего Опять же Все это Рассказываю Прежде чем Прибыть На Крабовый Остров Надо Немножечко Прокачать Героя Ну чуть-чуть Совсем Отклониться Назад Ну блин Ребят То время Которое Вы потеряете Оно будет Не зря Почему Вы поймете Чуть позже Взять с собой Несколько Сильных Кораблей Ну Либо Какой-нибудь Один Мощный Я бы Посоветовал Брать Несколько Опять же Позже Объясню И взять Какой Патронов Кучу Патронов Желательно Бумажных Хороший Меч Это опять же Перед Прибытием На Крабовый Остров Ребята Не буду Объяснять Че и как Зачем Просто Смотрите И Я надеюсь Потом Вскоре Вы поймете Но главное Выполнить Эти пункты Ладно Ребята Продвигаемся В сельву И Будем Искать Дом Который Здесь Построен Но мы Я думаю Его найдем В любом Случае А Блин Ребят Забыл Сказать Совсем Самое Важное Господи Че я Творю То Видите Мою Группу Поддержки А вот Теперь Ее Надо Снять С должностей То есть Каждого Офицера Мы Снимаем Снимаем Значит Так Оставляем Абордажников Здесь Ребята Потому что Это Очень Сильно Надо Сделать Потому что Иначе Короче Их По сюжету Убьют Так Скажу Понимаю Спойлерю Но Итак Новая Запись Судовом Журнале Лачуга Колхауна Обнаружена Поразительно Как Все Здесь По Обжитому Выглядит Теперь Надо Хорошенько Обыскать Хижину Компас Должен быть Где-то Тут Ну Пошли Поищем Шарль Ребята Внимание Вот здесь Не забудьте Сохраниться Ну По крайней Мере Это Не помешает Мы Тут Короче Роемся 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 Ребят Но Надо Короче Подойти Вот К этому Сундучку Когда Подойдете К сундучку И нажмите Открыть Не пугайтесь Не пугайтесь Вот этого Так Сразу Лечимся Иксы Нажимаем Не забываем Почему Вот Ну-ка Следуй за нами И без глупостей Вот Живучий Ублюдок Не сдох Еще Надо бы Побольше Пороху Положить Ладно Я сейчас Тебе помогу Не добитыш Я тебе Сейчас Дам Не добитыш Опачки 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 Надо с ним Заканчивать Закончил Опа Чуть-чуть Моему Энергии Позбиваем Потому что Есть Круговым Давно Не бил Отлично Ёлки Меня Подловили Нужна Энергия Копим Энергию Сейчас Подкопим Все Я подкопил Не добитыш Ну да Они Видать Реально Мало Пороху Добавили По идее Одна из концовок Корсаров Все Отлично Он упал Ребята Обыск Тела Короче Здесь Секира Блок Пистолет У меня есть Флотский Карабин Ребят Если Не взяли Винтовальный Штуцер Карабин Или еще Что-то Можно В принципе Флотский Карабин Взять У него Он Всегда У него Будет Так что Не волнуйтесь Лечилки Ребят Ну то что Запасаться Над лечилками Я думаю Вам объяснять Не надо Это везде Плюс 20 патронов Все Отлично Так У этого Что у нас Ёлки Так Обыск Тела Ну Можно еще Патронов Наделать Мне 170 Штук Я думаю Вполне Хватит Ребят Настоятельно Всем рекомендую Те кто не играл Или может быть Не знает Сохраниться Вот здесь Вот Перед вот этой Дверью Обязательно Почему Именно Сейчас Я показываю Я хочу Забрать то Что тебе Не принадлежит Вильям Паттерсон И вправду Говорят Что у вас Как у кошки Девять жизней Доброе утро Месье Демор Что-то вы Неважно Выглядите Доброе утро Месье Паттерсон Надо сказать Что вы Очень ловко Разыграли С вашим Другом Арчибальдом Черт бы вас Побрал Я даже Не догадался Ну-ну Не стоит Черпихаться На пороге Вступления В царство Небесное Не догадались И я Польщен Мне удалось Обвести вокруг Пальца Одного Из известнейших Интригантов Архипелага Согласитесь Идея Дневником Была Гениальная Да Мне нужно Было Затащить Вас В место О котором Никто Не узнает Уж Больно Рискованно Было Открыто Ликвидировать Вас Чревато Крупным Скандалом А ведь Вы же Друг Шевалье Филиппа Депуанси Так А теперь Вы Счезете Беследно И никто Не узнает Как Получается Все Что Рассказал Мне Колхал Лож Отнють Я действительно Нашел Бедня Горчи Бальда На этом Острове Вот Только Мемуаров Никаких Он Не Сочинял Дневник Который Вы Нашли В Комнате Арчи В Порт Рояле Куда Пробрались Столь Изысканным Способом Был Написан Им Под Мою Диктовку Специально Для Вас Месье Демор Я Давно За Вами Наблюдаю С самого Того Дня Когда Мы Встретились На Мысе Котче Ведь Глупый вопрос Конечно Известно Мне так же Известно Что Дага Коготь Вождя Так же Находится У вас И вы Скоро Отдадите Эти предметы Которые Вам Не Принадлежат Я рад Что вы Не Виляете Как Дон Диего Люблю Честность И Примоту Как я Понимаю Компас Стрела Пути У вас Хо Ну Будем Честны До Конца Неужели Вы Думаете Судач Что Я Такой Же Идиот Как И Вы И Дон Диего Что Таскают С собой Ценные Предметы Компас Лежит На Ямайке И Даже Блин Компас Лежит Не На Ямайке И Не В Порт Рояле А В Месте Где Никому Даже Никогда В голову Не Придет Его И Под Надежным Замком Но Эта Информация Вам Уже Не Пригодится Как я Понимаю Вы Уже Похоронили Мистер Паттерсон Смею Заметить У кошки Осталась В запасе Еще Одна Жизнь Мы Позаботимся О том Чтоб Она Стала Действительно Последней Это Мы Еще Посмотрим Вы Смешные В одиночку Против Целого Отряда Впрочем Довольно Увлекательных Бесед Мушкеты На Изготовку Пли Тихо Тихо Ну Все Последняя Жизнь Кончилась Ну Как Как-то Вот Так В общем Ребят Загрузился Опять Я Вот В этом Доме Я Настоятельно Вам Всем Рекомендовал Здесь Сохраняться Потому Что Теперь Уже Можно Говорить Нам Предстоит Бой С Паттерсоном Он Очень Сложный Тем Более Уровень Сложности Моей Игры Она По-моему Средний Или Чуть Выше Средний Где-то Так Я Постоянно Паттерсон Сливаю То Что Было Сейчас До Этого Это Я Отыгрывал Чтобы Прочитать Диалог Я Играл Неправильно Не Берите В пример Но Ребята Я Приглашаю Вас Всех В Следующую Серию Которая Будет На моем Канале Возможно Очень Скоро Так Ребят Что Хочу Сказать Я С вами Прощаюсь До Следующей Серии Следующая Серия Будет Наверное Коротенькая Но Посвященная Бою Короче Я Название Еще Не Придумал Просто Ребята Подписывайтесь На канал И Естественно Ставьте Колокольчики Чтобы Не Пропустить Следующую Серию Или Следующей Вообще Ну А так В принципе Влепи лайк Если тебе Понравилась Эта серия Прохождения Я Буду Очень Рад Доволен И Признателен Поверь мне Приятель Ладно Ребята Я Прощаюсь С вами До Следующей Серии Всем Удачи И Всем Пока Субтитры